Если мы с вами поглядим на то, как перемещаются некоторые морские организмы, к примеру, грибневики, медузы, некоторые моллюски, в частности, головожаберники и головоногие моллюски, некоторые рыбы, такие как, например, черные ножи амазонские, то мы обратим внимание на эти атмосферные объекты, о которых речь шла. Мы увидим, что они очень и очень похожи. Что помешало бы им прямо сейчас, как птицам, спорхнуть и оставить океан? Несовершенство кровеносной системы и несовершенство обмена. Надолго этого полета не хватит. Соответственно, почему летучие рыбы не стали птицами? Тоже по той же причине, да, из-за своего двухкамерного сердца, из-за своего несовершенного метаболизма. Очевидно, для того, чтобы завоевать небо и полностью захватить воздушное пространство, скатам необходимо еще несколько эволюционных шагов, связанных с внутренним устройством, да, с кровообращением и метаболизмом. Насчет аксаотля можно сказать, что это своего рода интересный такой сбой системы, оставаясь личинками, оставаясь, грубо говоря, головастиками, с этими наружными жаврами, живя в воде, они могут размножаться. Это достаточно редкое явление, но мы прекрасно понимаем, что головастики, лягушек, да, они размножаться не могут. А эти могут. Они выходят на сушу, у них образуются легкие, они начинают дышать атмосферным воздухом, и через некоторое время их становится много, кстати, сразу. Они очень ярко окрашены, они интересные. И местные индейцы, они всякий раз поражены, да, вот они откуда взялось. Достаточно много интересных этих красивых животных.